Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня речь пойдет о профессии, такой интересной и непростой, как думают многие, что это простая профессия, менеджер по туризму. Мы продолжаем, и сегодня вторая часть, и хочу я с вами поговорить, можете, кто не смотрел, посмотреть первую часть, там более такие общие все фразы вообще, что это такое, что нужно, чтобы им стать, какое образование и так далее. Если не смотрели, посмотрите, а сегодня мы с вами поговорим, с чего же начать, собственно говоря, уже действительно, вы решили, что это ваша профессия и вы хотите работать, но у вас нет опыта. И я хочу дать вам буквально некоторые какие-то рекомендации, у меня вот когда-то был тоже такой вот блокнотик, и я все записывала, что мне говорили уже в процессе обучения, вот как раз у меня сейчас открыта работа с клиентом, но это будет третья часть уже работы с клиентом, потому что сегодня нам нужно понять, что же нам все-таки изучать. Я бы вам советовала сделать такую нехитрую вещь, как когда-то сделала я. Сходите на разведку в турфирму, в любую турфирму просто, вы можете, никто же за спрос, как говорится, не дает в нос. Идете в турфирму и начинаете просто говорить, как турист, что вы хотите поехать в какую-то страну, например, говорите, я хочу в Италию. Послушайте, как просто вслушивайтесь, не в то, что вам именно рассказывать, а как с вами работает менеджер. Желательно, конечно, попасть в хорошую фирму, сходить действительно, где будет грамотный менеджер, послушайте, про что он будет говорить, какие вопросы задавать, как он с вами работает. Да, это, конечно, мы с вами поговорим об этом более подробно в третьей части, но вам просто нужно понять вообще, что это за атмосфера. То есть, менеджер по туризму, он должен быть готов ко всему, я вам об этом уже говорила. Для того, чтобы набрать какие-то знания, чтобы действительно много знать, ну, смотрите, в интернете есть ведь сейчас все. И в первую очередь это вебинары. Вы можете вбить абсолютно любую тему и найти вебинар. Что такое вебинар? Это тот же самый семинар, только когда вы идете вживую, например, на семинар, слушаете кого-то. А здесь вы все это можете посмотреть по интернету. Да, семинары. Узнаете, в первую очередь, я бы вам посоветовала, знаете, что еще сделать? В зависимости от того, в каком городе вы живете, какие туроператоры у вас есть, какие туроператоры-монополисты. У нас, например, это Пегас. Действительно, они полностью захватили Северный Кавказ, можно сказать, и в первую очередь все продается через Пегас, потом Коралл, Тест Тур, Аннекс Тур. Вам нужно понять, какие операторы у вас. И ходите на их семинары. Каждый туроператор все время перед началом сезона, в течение сезона устраивает семинары. Например, летом у нас там был сезон Турция, и устраивается, соответственно, семинар на эту тему. Вам рассказывают отельную базу. Вы, если пойдете, никто даже и не заметит, что вы не работник турфирмы. Приходите, слушайте, записывайте. То есть, вам нужно узнать, где туроператор, какие он проводит семинары. Поверьте, это сделать абсолютно несложно. Просто все через интернет ищите. Хорошо, если вы даже не можете этого сделать, не можете пойти на семинар, опять-таки возвращаемся к первому пункту. В этом случае еще очень здорово вам помогут различные сайты. Я либо сейчас их куда-то вставлю, ссылочки на эти сайты, либо подпишу в инфобоксе, зайдите туда, посмотрите. Во-первых, тонкости туризма. Это замечательный сайт, на котором можно найти все. Начиная от того, какие документы нужны, в какую визу, какая страна безвизовая, визовая, всякие нюансы по стране, любой абсолютно. То есть, есть все. Потом, также замечательный сайт Top Hotels. На этом сайте вы можете читать отзывы по отелям. Мы всегда пользуемся этим сайтом, потому что это такой основной, самый большой, наверное, и значимый сайт, на котором собраны мнения и отзывы всех туристов, кто их оставляет по определенному отелю. На самом деле, это помогает в работе, когда даже мне это помогает, когда я не могу, например, найти какой-то нюанс. У меня спрашивает человек до Олкин-стрит, как далеко от этого отеля. Я не была в Таиланде, мне сложно, если это не написано. Я открываю эти отзывы, читаю, вижу, человек написал, о, 20 минут там от амбассадора дойти пешком до Олкин-стрит. Все, я уже знаю, я человеку ответила. То есть, это такой своеобразный толчок, даже не толчок, а подсказка такая. Следующее также, что нам нужно сделать, это нужно изучать, конечно же, основные направления. Это все взаимосвязано. То есть, как видите, я вроде кашу варю, одно и то же что-то говорю, компоненты все друг с другом взаимосвязаны, и приходит все к одному целому. То есть, вы должны, опять-таки, знать, какие у вас, еще раз повторюсь, туроператор, кто у вас монополисты и через кого в основном все летают, какие еще туроператоры. И направления. Если, например, мы говорим про наш Пятигорск, то из минеральных вод у нас там летают напрямую рейсы в 5 стран, к примеру, сейчас Таиланд, Вьетнам, Эмираты, Индонезия сейчас летает, Турция еще летает. То есть, вот там 5 направлений. Если это Москва, это будет огромный список. Конечно же, если из Москвы, то вам вообще крупно повезло и намного проще работать. Но, проще работать, но больше нужно знать. То есть, если ко мне придет человек и скажет, что он хочет поехать на Бали, хотя правильно, кстати, на Бали, в Индонезию, то я ему не смогу, даже если я ему не смогу все красочно описать и рассказать, что там где находится и какого оно есть, человек в меня пойдет, потому что, ну, не так часто туда спрашивают, это не самое дешевое из нашего региона удовольствие. А если, конечно, вы менеджером работаете в Москве и будете работать, то вы обязаны это знать, потому что все-таки это большой действительно спрос на это есть, на мой взгляд. Потом также важный момент, после того, когда вы изучили направления основные, я понимаю, что это невозможно, я уже и сама говорила, в теории просто изучать, но хотя бы поверхностно вы должны знать. Вы должны знать, что такие какие-то нюансы, что там столица, я не знаю, Турции не Анталия, а Анкара, потому что многие путают, или что столица там, я не знаю, Египта не Шарм-эль-Шейх, а Каир и так далее. То есть, вот такие какие-то основные вещи вы, конечно же, должны знать обязательно, потому что придет человек или там приходит человек и говорит, садится, так, я хочу в Таиланд, а какое-то море или какой-то океан, и вы сидите, виситка, понятно, это невозможно все сразу выучить, но просто нужно стараться, это все приходит с опытом, с работой, естественно, не нужно пытаться все что-то заучить, но должно быть вот такие основные здания. На тонкости туризма, как раз таки на сайте, вы можете найти по визам, обязательно нужно знать, какая страна визовая, какая безвизовая, плюс ко всему меняются постоянно все эти нюансы. То есть, мы говорим сейчас о том, какие знания нужно собрать. После того, когда вы уже, у вас есть какой-то определенный набор знаний, вам уже все равно проще и проще устроиться на работу, и проще все равно даже самому себе понимать, что вы знаете, уверенности больше приобретаете. И вот сейчас, я думаю, наверное, стоит сразу включить сюда же вторую часть, это работа с клиентом. Работа с клиентом, это настолько кропотливо, хотя, знаете, я вот думаю, вообще по порядку, если, конечно, мы будем с вами говорить, до работы с клиентом нужно, да, наверное, работу с клиентом мы с вами сделаем отдельным видео, третьей частью я обещаю не буду тянуть с ней, потому что это будет самой сложной и долгой частью. Сейчас я вам хочу рассказать вот про какие нюансы. Придя работать в любую фирму, вам обязательно нужно будет работать либо в самотуре, либо в мастер-туре. Это специальные программы, которые, база данных, через которую, через наш самотур мы можем распечатать договор. То есть мы вбиваем заявку человека, создаем тур, вбиваем все данные, каким рейсом он летит, куда, гостиница, страховка. То есть любой турпакет, он включает в себя что? Это авиаперелет, это проживание в гостинице с соответствующим питанием, категории номера и так далее. Это страховка медицинская, это то, что обязательно входит в ваш пакет. Это трансфер, то есть когда автобус доставляет из аэропорта в отель и потом из отеля в аэропорт. Плюс, если это Турция, например, из нашего региона, это обязательная доплата за топливный сбор. Вот, это наш турпакет. Дополнительно, может быть, если это визовая страна, то включена виза. Плюс, неважно, визовая или безвизовая страна, на выбор уже туриста вы ему предлагаете, это может быть страховка от невыезда. То есть это на тот случай в основном делают, если переживают за свое здоровье, что может что-то случиться, или они не смогут улететь, чтобы вернуть свои денежки. Плюс, если визовая страна, в случае, если откажут визе, в какой-то последний момент, кроме денег за визу, все остальное уже человек сможет, турист себе вернуть. То есть, это тоже, это как бы об этом можно все почитать, я просто, в общем, вам рассказываю. И в самотур, когда вы уже вбиваете все эти данные, вы можете распечатать человеку договор, вы выбиваете ему чек. Например, я рассказываю, как это делается у нас в фильме, это, в принципе, везде так должно деться, приходник, кассовый. Также вы выдаёте договор, лист бронирования, вот эти вот подписываете, у нас вообще на 16 листов, например, договор. То есть в этом ничего сложного нет. Самотуре, честно, можно научиться быстро работать, зато это удобно. Вам нужно потом, если к вам пришёл турист этот повторно, просто ввели его фамилию, у вас все данные паспортные, и всё-всё-всё уже есть. То есть выбивают туда и паспортные данные, и обычные. Я очень хочу сделать для вас видео, как бронировать, показать вам через, например, тот же Пегас. Но мы, например, делаем тоже через самотур. Это мы не делаем через сайт туроператора. За счёт этого нам добавляется ещё 0,5% дополнительно, что мы бронируемся именно вот через самотур. Нет ничего сложного. То есть вам нужно просто выбрать отель, даты и вбить паспортные данные человека. Всё, его забронировать. То есть отображается потом в личном кабинете заявка туриста. Вы уже смотрите, отель подтвердил, не подтвердил. Есть отели, которые мгновенно подтверждают. Есть, что нужно ждать вообще подтверждения отеля от 15 минут до 3 суток. И то есть уже все такие нюансы. Если страна в итоге опять-таки визовая, то вы собираете все документы, отправляете всё на визу. Но, наверное, об этом тоже стоит поговорить отдельно. Ну, как бы тоже, хотя даже что говорить, это можно всё почитать. То есть на каждую страну всё равно будут разные документы. Стандартно в основном, что это будет ходить, это будут фотографии, это загранпаспорт с определённым сроком действия по возвращению уже туриста, чтобы оставалось там в запасе где-то 3 месяца, где-то 6 должно оставаться и так далее. Это должны быть справки с места работы. Если человек, например, нигде не работает, то это спонсорские письма. Ну, в общем, на самом деле в этом нет ничего сложного абсолютно. И это всё можно делать, всё читать и объяснять, то есть составлять анкеты онлайн. Просто нужно быть во всём внимательным. Это всё приходит с опытом. Я это делала всего пару раз тоже, но как-то уже не боюсь. На днях вообще делала рассрочку, такой новый этап в моей карьере, можно так сказать. И, наверное, вот это вот самое основное, то, что мне хотелось сегодня ещё добавить к первому видео. Что я хочу ещё вам рассказать, даже смотрю, что... Да, друзья, чуть не забыла, что я вам хотела ещё сказать. Что вам нужно обязательно выучить? Я даже сейчас найду в моей тетради и покажу. Я себе вот так вот выписывала. Типы размещения. Для того, чтобы ориентироваться, когда вы открываете... Извиняюсь, это у меня курица свалилась. Когда вы открываете любой сайт туроператора, вы видите обозначение. Там где-то стоит SGL, где-то DBL, там ещё что-нибудь. То есть такие, как сингл, дабл, трипл, чайлд, стандарт. В общем, superior написано, там какой-нибудь connection room. Вам нужно просто зайти на тот же сайт, кстати, да, туризм, тонкости туризма, и там всё это есть. Я себе выписывала, чтобы просто запомнить, то есть сингл, одноместное размещение, дабл, двуместное. И там как бы это всё очень-очень легко, вы быстро это можете запомнить. Чем отличается family room от family superior, или там от family connection и так далее, junior. В общем, очень много всего тому подобного. Плюс вам нужно знать типы питания. Как видите, здесь у меня очень много чего расписано, но основное, что вам нужно знать, это всё включено, это all-inclusive обозначается, AL, это ультра всё включено, это U, A, L, это завтраки, BB, bed and breakfast переводится, то есть кровать, завтрак, только BB. H, B, это у нас идёт полупансион, то есть это, как правило, у нас завтрак и ужин, либо где-то, может быть, это завтрак и обед, обед, то есть это half-bred и full-bred. Full-bred это уже будет FH, это будет обозначать полный пансион, то есть сюда, как правило, не включаются напитки, ни чая, ничего не бывает во время ужина, ну, то есть это завтрак, обед и ужин, это в основном для европейских стран. И плюс, может быть, ещё много других всяких нюансов, ну, это, как правило, уже такие исключения из правил. И поэтому вам нужно обязательно знать, конечно, эти обозначения, что именно, чтобы для себя, для поиска, то есть сначала, когда вы начинаете работать, это всё непонятно на самом деле, и нужно поэтому читать. Также я вам напишу внизу в инфобоксе те сайты, на которых можно смотреть, как общие поисковики. Это ruspo.ru, это sletai.ru, их множество, но это вот такие вот слетать, это вообще, на мой взгляд, основной сайт, где вы вбиваете данные. Я очень постараюсь, я вам не обещаю, но я очень постараюсь, нет, я, да, я даже обещаю, я это сделаю, просто на работе сделать это сложно, я не могу взять с собой штатив, понимаете, то, что и люди бывают, и всё. А дома, как будет интернет, я вам обязательно покажу это всё. Ну вот разве что я постараюсь показать вам работу в самотуре, хотя это всё можно обучиться уже и самим. Поэтому, да, обязательно, я надеюсь, вы учтёте все мои рекомендации, что я вам советую сделать. И в следующей, третьей части я вам расскажу про работу с клиентом. То есть вот уже по факту вы работаете в турфирме, вам пришёл турист, и с чего вам начать, как вы вообще должны с ним беседовать, как именно задавать ему вопросы, узнавать его бюджет корректно, на какую сумму, то есть он рассчитывает, что вы ему презентуете, каким образом. Я обо всём об этом обязательно вам расскажу. Спасибо, что сегодня были со мной, я надеюсь, мои рекомендации вам помогли. Всем спасибо за просмотр, и пока-пока!